Исполнение бюджета за прошлый год и качество работы регионального оператора МСКНТ обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании, которое провел глава Серпухла Сергей Никитенко. Началось оперативное совещание с торжественной части. Сегодня глава Сергей Никитенко отметил успехи хореографического коллектива «Стиль», который в этом году стал победителем национальной премии «Щелкунчик». Благодарственное письмо руководителю Ольги Жегловой за значительный вклад в развитие дополнительного образования и раскрытие творческого потенциала детей. А за плодотворный труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм, благодарственные письма и поздравления с юбилеем вручили фельдшеру Организационно-методического отдела Серпуховской областной больницы Галине Козловой и врачу-атариноларингологу детского поликлинического отделения номер один Татьяне Мазур. После награждения перешли к обсуждению финансовых вопросов. Бюджет городского округа за прошлый год был исполнен почти на 12 миллиардов рублей. В целом финансируемое мероприятие по государственному программу Московской области в части исполнения только полномочий городского округа были направлены средства местного бюджета в сумме 270,7 миллионов рублей. Расходы бюджета по-прежнему сохранились в социальную направленность. Важнейшими направлениями расходования бюджетных средств являются такие отрасли, как образование, культура, физическая культура и спорт. На указанные отрасли были направлены 5 миллиардов, 198,8 миллионов рублей. Здравоохранение, культура, благоустройство, образование, строительство. Каждая из этих сфер активно развивается. В Серпуховом микрорайоне Ивановские дворики возводится новая многопрофильная поликлиника на 700 посещений в смену. В микрорайоне имени Нагина детский сад на 250 мест. Продолжается реконструкция стадиона «Спартак» и благоустройство набережной реки Нара. Строительство социальных объектов проводится с привлечением средств из бюджета Московской области. Согласно поручению Андрея Юрьевича, нашего губернатора, прорабатываем в Сотрасевом министерстве дополнительный адресный перечень этой дороги, благоустройство, освещение. Многие моменты туда вошли. Это те средства, которые из бюджета Московской области будут дополнительно направлены к нам в городской округ. Второй вопрос совещания о содержании общественных территорий, в том числе и контейнерных площадок. В Серпухове завыл из мусора отвечает компания МосКНТ. Работу регионального оператора позволяет контролировать в онлайн-режиме система «Редмайн». К данной системе подключены у нас муниципальные центры управления регионом и управление экологией. По данной системе контролируется такая проблематика, как очистка от мусора контейнерных площадок, очистка контейнерных площадок и прилегающих территорий от мусора. Там отражается такая проблематика, как приведение контейнерной площадки в нормативное состояние. Ну, в общем, все проблемные вопросы, которые могут возникнуть в ходе вывоза твердых коммунальных отходов. В настоящее время также рассматривается вопрос заключения контракта субподряда между МБУ, комбинат благоустройства и компанией МосКНТ, чтобы повысить эффективность работы по вывозу отходов и снизить затраты из бюджета. Существенно, я считаю, что поменяли нашу работу в части взаимодействия с муниципалитетом. Во-первых, были сформированы бригады подбора, которые ездят за нашей мусоровозящей техникой, что, в принципе, привело к существенному улучшению показателей наших муниципалитетов. По итогам оперативного совещания глава Сергея Никитенко поручил ответственным структурам установить запрещающие знаки, ограничивающие парковку транспорта вблизи контейнерных площадок и камеры видеонаблюдения, чтобы не допустить срывов графиков по вывозу мусора.